Вестераны, которые сегодня устали от вчерашних возложений Ниньков, отдыхают, завтра все они придут к нам на площадь праздновать эту 59-ю годовщину Победы в нашу жизнь. Я лежал в поле, и накануне как раз 1 мая я встречался с этими ребятами на поле. Один из них попросил, дедушка, принеси мне кокарду, такую, как у тебя. Я говорю, хорошо, сынок, я тебе принесу. 9 мая тебе будет такая кокарда. Я говорю, пилотку львею, а кокарды у меня нет. Я приготовил ему кокарду, хотел принести 3-го числа. Я слышал эти взрывы, слышал эти пожары, это страшное дело. Как их закрыли в здании обкома просоюзов, сжигали сверху и слышали. Они бросали отравленными бутылками молотого, плюс того, там были действительно газы, которые отравляли всех, кто находился, прятался в этом здании. Нарушений, конечно, было очень много со стороны гордонных милиции, которые бездействовали, стояли. Не рассказывали наши эфирамы, которые могли подойти, посмотреть, никого не пускали близко. Но видно было, что милиция бездействовала. И дала возможность сгореть всем, что рогатые пришли. Это большая утрата для нас, для всех. Это те молодые люди, которые защищали честь и достоинство нас, ветеранов, на протяжении весового времени. Там были поставлены очень красивые стенды 9 мая. Там города героев, наши города Одесса, Киева, Керчи, Севастополя. И всех, кто освобождал всех генералов и генералов, которые освобождали нашу Украину. Эти стенды, ценнейший был стенд показательный для народа, для молодежи. Я лично сам видел накануне эти стенды, сделанные руками этих парней, которые положили свои головы. За то, чтобы видели все, как мы защищали Великую Отечественную войну в нашей земле. Я хочу вам выразить большое спасибо, большую благодарность за то, что вы признателы к нам, ветеранам, обращаясь особо вниманием. Дай Бог всегда мирного неба вам всем на голову и счастья, семейного, благополучия и крепкого здоровья. Спасибо.